Всем привет! Сегодня отвечу на вопрос, Елена спрашивает, если в доме собака и использовать благовоние, опасно это, вредно или нет? Но я отвечу на вопрос расширенно, потому что вопросы поступают на тему, курить можно или нет, какие еще вещества действуют на наших животных негативно. Начнем с курения. Если вы курите дома, не важно что это, может быть сигареты, трубка или сегодня что используют, одноразки, вейпы, вайпы. Вы поняли, эти приборы, которые замещают сейчас сигареты, это все вредно, как для человека, так и для животного. Можно разворачивать эту тему, какое вещество, как действует, исследований много, но однозначно это вредно для организма, человека и животного. Минимум это раздражает слизистые оболочки. И что делать? Курить на балконе или на улице, там где проветривание и животное не будет контактировать с тем, что вы выпускаете из своих дыхательных путей. В общем, то, что вы курите, нужно курить в другом помещении. Второе. Пыль. Пыль образуется у нас дома, как вопрос, откуда берется пыль, все время убираем и пыль появляется. Чешуйки кожи из мебели, из вещей обихода нашего, чешуйки животных, пыль залетает извне, дорога, может быть цветение какое-то. Что делать? Увлажнять, убирать, влажная уборка, увлажнитель покупать, следить за влажностью воздуха, 40-60, и чем меньше пыли попадает в дыхательные пути человека и животного, тем лучше. Ну, сама пыль, что она делает? Механическое раздражение, слизистых чихание, кашель может усилить воспаление, а если попадает какой-то аллерген, приводит к аллергии. На третьем месте бытовые приборы, бытовая химия, конечно. То, что мы убираем, используем бытовую химию, она пахнет и может испарение ядовитый быть, ну, токсичный, скажем так. Если использовать концентрацию невысокую, то это как бы не опасно, но некоторые вещества могут быть в доступе, я имею в виду в концентрированном виде, и животное может понюхать, полизать и отравиться. Будьте осторожны, поэтому химия под контролем должна быть. На четвертом месте как раз благовоние, арома масла, может быть освежитель воздуха. Это все не опасно для животного, для здорового, но учитывайте, что животное имеет острое обоняние, острее, чем у нас, и может быть неприятно. Для нас это терпимо. Мы набрызгали какие-нибудь освежитель воздуха или благовоние, нам нравится, а животное раздражает. И на этом фоне ничего, вы не наблюдаете никакого симптома, ну, вдруг кошка мимо лотка пошла, пописала, или мяукает почему-то, ходит, что-то шкребет, что-то балуется. Ну, какой-то протест может проявляться, вот то, что ей не нравится, она может нервничать, повышается уровень стресса. Поэтому, если вам нравится какое-то благовоние, ну, можно использовать в определенной комнате, по благовонии ли, и потом проветрили, или по возможности использовать там, где меньше всего находится кошка, чтобы у нее была возможность уйти из этой комнаты. Если ей не нравится этот запах, она уйдет, в другой комнате будет находиться. Для здорового животного не опасно, вы наблюдаете, нет чихания, нет изменения поведения, нет кашля, слезотечения, никакого симптома, значит, можно использовать. Если у животного хронические заболевания, ну, может быть, бронхит, астма, лучше не использовать. Ни освежители, ни арома масла, ни благовония. И подведем резюме. Когда в доме живет животное, кошка или собака, подход примерно такой же, как ребенок в доме. Нужно обращать внимание на поведение, что вы используете в качестве ароматизаторов, освежителей воздуха, в качестве уборки. Это все может влиять на организм, как ваш, так и животного. Но помните, что животное чувствительней, лучше запах различает. Ну, мы минимум используем всяких срез, благовоний. Хотя мне нравится арома масла, я использую по минимуму, где-то локально. Будут у вас дополнения, вопросы, пишите в комментариях, а мы послушаем нашего эксперта. Пока, друзья, до новых встреч. Хм, а вы знаете, почему двуногие используют так много всяких пахучих веществ? Я бы не сказал, что они хорошо пахнут. Наоборот, отвратительно. С ног до головы пшикают на себя, капают, даже смазывают под лапками какие-то шарики. Натирают, натирают и потом говорят, о, хорошо. И в машинах вешают, елочки такие. Очень тяжело с ними ехать. Когда-то ехал я в машине и чуть не задохнулся. И почему же так происходит? Потому что двуногим лень вылизываться. Никогда не замечал, чтобы они вылизывали себя и друг друга. Не то, что котики. Проснулся с утра, вылизал всё на свете, во всех местах, нигде не пропускаешь. И друга вылизал, вот и чистота, порядок. А вообще, я думаю так, что в доме должно пахнуть настоящим духом. Котиком пахнуть должно. И непременно в каждом углу, угле. Ну, везде, в общем. Вот так вот. А то придумают всякие пшикалки, курилки. Как так можно жить? Как так можно жить?